Приветствую уважаемых подписчиков читателей и зрителей наших каналов как я уже сказал теперь к нашим роликам будут эпиграфы к этому эпиграф пусть будут такие слова никакой дорогой даже самый правильный нельзя проходить мимо того кому нужен друг напоминают также этот отзыв часть моей новой публицистической книги были ли михаил ахмаров и владислав крапивин членами тайного общества диск она сборник моих отзывов на книге указанных писателей с учетом их возможной конспирологической составляющей предыдущий отзыв будет на конечной заставке вот как выглядит облушка книги электронную версию книги можно будет приобрести по ссылке под публикации небольшая повесть сказка водислава крапивина летчик для особых поручений впервые была опубликована в 1973 году в журнале уральский следопыт номер 1112 это вновь именно сказка они фэнтези или фантастика но сказка особенно и особенное прежде всего для моего цикла отзывов дело в том что здесь я впервые могу сказать о дороге то есть о том что видимо главное цикле произведений легенды великого кристалла вот как выглядит обложка книги и очень может быть что это очень хорошо что мы с вами впервые вышли на дорогу именно через сказку они через более серьезное произведение здесь главному герою очередному 12-летнему пареньку алешки которого видимо владислав петрович как всегда писал себя первое в цикле моих отзывов приходится пройти по многим граням великого кристалла но подано это как бы не всерьез поскольку путешествие по граням великого кристалла это как бы путешествие по детским сказкам но вот только вопросы поднятая в этой сказке далеко не детские и очень о многом заставляют задуматься пожалуй остановлюсь еще немного на дороге на эту дорогу дано выйти очень немногим и эти немногие в основном дети хотя бывают и взрослые но такие взрослые очень редко исключение из правил кстати именно в этой сказке открытым текстом сказано что таким исключением из правил был антуан десант экзуперин которого супруги гузиновские как и я впрочем относят тоже членом тайного общества диск и между строк в этой сказке также читается имя еще одного дисковца имя ивана антоновича ефремова меня кстати просто поражает почему за столько десятилетий ни один литературовед не заметил эту просто жгущую связь между произведениями ивана ефремова и владислава крапивина и по этой дороге которая как ни крути является ноль пространство по которому летают звездолеты прямого луча ивана ефремова и супер крейсера дальней разведки владислава крапивина можно прийти куда угодно и самое главное когда угодно эта дорога между пространств и веков именно поэтому в голубятни на желтой поляне мальчик и гнатик и смог прямо из этой самой голубятни прийти на борт ноль пространственного крейсера точнее супер крейсера дальней разведки но имя ивана ефремова в этой повести считается не поэтому она между строк читается в самом начале повести и совершенно по другому поводу алёшке очень нравится девочка которая учится в одном в одной с ним школе но параллельном классе и чтобы иметь возможность познакомиться с ней поближе он записывается в тот же театральный кружок который записанная она кружок ведет пенсионерка которая раньше работала в тюзе костюмером и у нее есть подруга тоже пенсионерка которая тоже работала в тюзе костюмером и у ее подруги есть страсть она коллекционирует шляпы всех времен и народов и для спектакля о золушке которые они собрались ставить в кружке им нужны шляпы и руководительница спрашивает кто поможет ей нести шляпы девочка вызывается ну понятно тут же вызывается и алёшка пенсионерка живет старом покосившимся частном деревянном доме которые на окраине города на берегу реки и которые уже ветки и вот-вот готов рухнуть с квартира и вопрос ли не решен но она отказывается пережить так как в квартире будет недостаточно места для коллекции шляп и вот герои повести приходят к ней видят что все в доме завалено шляпами пропахло нафталином и кроме того в доме полно тараканов и среди этого алёшка вдруг веет модель кораблика и модель эта описана детально это трехмачтовый клипер выполнен с потрясающей точностью и любой человек знакомы с творчеством ивана ефремова сразу узнает в этой модели чайный клипер катисарк у ивана ефремова есть о нем потрясающий рассказ опубликован в 1944 году кстати в конце повести сказано что клипер именно чайный алёшка понятно интересуется у пенсионерки откуда у нее модель это поясняют что у нее был квартиран который от модель сделал но он уже умер и алёшка понимает что этой модели не место в доме в котором ее не способны оценить по достоинству то как клипер понравился алёшки заметила и пенсионерки и он понимает что она хочет подарить его но понятно не решается попросить а пенсионерка отвлекается и вопрос зависает самое же главное модель понравилась и девочки и алёшка просто счастлив у нее на днях день рождения и она его благодаря этому походу за шляпами уже пригласила и он думает что лучше подарка для нее чем этот клипер не найти вернувшись домой он думает как же раздобыть эту модель и находит решение один его знакомый мальчик раньше жил в таллине и в него есть шляпа настоящего таллинского трубочиста и он придумывает на что эту шляпу можно выменить но еще разыгрывается сильно ураган но к утру все стихает и алёшка без проблем отправляется к этому мальчику и тут вдруг вопрос решается почти сам собой дело в том что у пенсионерки пропал кут и она очень переживает и он видит на улице этого самого кота который сидит на дереве и видно уже что давно сидит и боится слезть он рискуя и весь ободравшись снимает кота с дерева и счастливо тащит его пенсионерки но выясняется что ночью старый дом рухнул и речушка вышла из берегов и его затопило пенсионерку понятно спасли и она уже на новой квартире но она осматривает дом и понимает что кораблика нет и понимает что его нет и на новой квартире пенсионерки его унесло наводнение и вот тут и начинается сказка в рухнувшего дома сидит девочка которая оказывается ни больше ни меньше как немного ведьмой а ее дедушка самый настоящий колдун хотя формально он сапожник и работает в маленькой сапожной мастерской и девочка советует ему сходить к дедушке и все объяснить и попросить помощи он добрый хоть и колдун и он все поймет и он обязательно поможет и старик рассказывает алёшке как выйти на дорогу как купить некий зеленый билет для особых случаев и как с помощью этого билета добраться до города ветрогорска в котором есть музей удивительных морских открытий и кораблей который притягивает себе все пропавшие корабли и их модели а значит он притянул и этот кораблик и алёшка попадает даже не в сказку а сразу во много сказок и понятно в конце он находит кораблик но понятно суть не в этом идя удивительной дорогой по граням великого кристалла алёшка так и не понял главного как же мало таких кто способен выйти на эту дорогу и что судьба ему дала удивительный шанс на этой дороге встретиться с такими же как он а их действительно повторяю мало более того их адски мало и самое страшное что они врусь как правильно заметил еще вознесенский и поэтому каждому из них страшно нужен друг вначале чтоб добраться до ветрогорска он садится на пароход который способен плыть не только по воде но и по земле им командует капитан который уже взрослый но которому страшно нужен друг и настоящий друг то есть друг способны его понять потом он летит на самолете который пилотирует мальчик его ровесник именно этот мальчике есть летчик для особых поручений который так сказать и дал название этой повести-сказки и подробно рассказывается история этого мальчика точнее удивительной истории этого мальчика как могло получиться что мальчик вдруг стал летчиком для особых поручений и он понимает что этому мальчику тоже страшно нужен друг. Он встречает даже говорящего кота, которому тоже страшно нужен друг. Все они психи-одиночки. Как при так называемой советской власти, вся система, при которой была направлена против личности, была принята называть таких удивительных людей. И хорошо понимаешь, почему такие удивительные и прекрасные люди намного чаще встречаются среди детей, а не среди взрослых. Во взрослых система, увы, в большинстве случаев успевает убить их удивительное качество. Но ему нужен кораблик. И ему нужно сделать подарок девочке, которая ему очень нравится. И он за этими деревьями не видит леса. Не видит удивительного и прекрасного леса, идя по различным граням Великого Кристалла. И впервые видят такое, что дано видеть очень и очень немногим. Точнее, что дано видеть только таким, как он. Самое же главное, он не видит, что настоящий друг ему нужен ничуть не меньше, чем мальчику, летчику для особых поручений. И естественно, он все понимает. Но, как и всегда в таких случаях, понимает уже тогда, когда слишком поздно. И ему, конечно, страшно хочется все исправить. Хотя это и невозможно. Я поискал отзывы об этой книге и верю тем, кто признался, что в конце этой книги плакал. Но важно также помнить, что у Владислава Крапивина всегда в запасе есть более чем неожиданный финал. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках. Спасибо. 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 Спасибо.